В 1997 году американский ученый Клейтен Кристенсен впервые ввел термин подрывные технологии для обозначения новых продуктов, которые вызывают панику на устоявшемся рынке. Ярким примером подрывной стратегии можно считать приход телефонов на смену телеграфа. По мине совершенствования технологии многие клиенты телеграфных компаний стали переходить на услуги телефонной связи. О том, что из себя представляют подрывные инновации 20 лет спустя, говорили на открытой лекции «Бизнес в эпоху подрывных инноваций», которая прошла на базе Института управления экономики и финансов КФУ. Перед собравшимися гостями выступили представители крупнейших IT-компаний России и рассказали о том, как они внедряют современные технологии в свой бизнес. Мы заметили, что примерно в одно и то же время, а примерно из одной и той же точки, примерно в одну и ту же точку хотят ехать несколько людей. Единственная причина, почему они не объединяются в одну машину, они не знают друг о друге. Мы создали систему, которая позволяет эти поездки друг к другу совмещать. Для пользователя это стоимость, падение стоимости в два раза, для водителя это повышение эффективности. Каждый из спикеров выступил с 20-минутной лекцией. У слушателей была возможность задать свои вопросы, например, как поведение потребителей меняет бизнес, как уже сейчас создавать бизнес будущего и каким образом новые бизнес-модели меняют традиционные рынки. Диана Авакян, Руслан Урозаев, Универньюс.